Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня я попытаюсь ответить вам на вопрос, который больше всего задавали мне в последних видео. Итак, не боишься ли ты выпасть с лодки? Я, конечно, мог бы сейчас ответить в своей традиционно привычной манере «Нет, не боюсь» и поставить точку, но давайте я сделаю этот ответ на вопрос немного более развернуто. Итак, не боитесь ли вы выпасть с лодки? Нет, не боюсь. Почему? Потому что я бесстрашный. Итак, три точки контакта всегда. Если вы сидите вот так вот, как я сижу, у вас есть точка контакта 1, точка контакта 2, точка контакта 3. Если вам нужно поднять ногу или поднять задницу, вам нужна третья точка контакта. Рука встали. У вас есть три точки контакта. Если вы хотите сейчас взяться за, не знаю, за рукоятку, это нужно сделать следующим образом. У меня есть эта рука, которая держит. Я беру четвертую точку контакта и затем только отпускаю эту руку. И у меня есть раз точка контакта, два точка контакта, три точки контакта. И так вы ходите по палубе. Если в какой-то момент вам нужно изменить текущие настройки, это вы выходите в зону риска. Если у вас есть три точки контакта, скорее всего ничего с вами не произойдет, даже в очень плохих условиях. Если у вас заняты руки, вы в руках что-либо держите, что-то там большое, две канистры, то по палубе вы перемещаетесь вот таким вот образом. То есть вам нужно соблюдать правила трех точек контакта всегда, когда вы движетесь. На первый вопрос касательно безопасного передвижения я вам только что ответил. Рассмотрим дальше. Если вы идете на лодке, то у лодки есть киль. То есть это большой противовес, который находится глубоко под водой. Соответственно, когда лодка качается на волнах, у нее нету резких толчков, таких как есть, как присущие в катамаране. Когда катамаран сменяет качку, стоя, допустим, даже на якоре на противоположную, идет рывок, потому что у него нету подводной стабилизирующей части. И этот рывок достаточно опасный, потому что если вы ходили на катамаранах, вы знаете, что в момент этого рывка обычно хочется за что-то взяться, потому что идет такой достаточно резкий толчок на смене. У монохолов такого нету. Может быть больше амплитуда, но амплитуда ровная. И только капитан может оценить условия нахождения, условия в океане. Зависит от того, под каким углом волна идет к лодке. Какая волна, насколько она резкая, как она обрушивается, какая амплитуда у лодки. То, что волны большие, это еще не значит, что эти волны опасные. Если у вас есть регулярность движения, если ваша лодка находится постоянно с одной регулярной амплитудой, ничего страшного не произойдет. Вы можете сказать, как мне говорили, а вдруг, если придет какая-то там большая волна, почему она должна прийти? У вас есть регулярный ветер, у вас есть регулярные условия, никаких изменений быть не может. В море погода может меняться сутки, двое суток. Через этот период времени характер волны может поменяться, и волна может стать опасной. Поэтому только капитан решает, что опасно и что нет. Иногда бывает такое, что огромные волны по 6-8 метров, тебе спокойно идешь на нос, спокойно возвращаешься, даже не одевая ни жилет, ничего. Вы наверняка видели много раз, как я спокойно хожу. А иногда бывает такое, что идет волна в метр, и ты стоишь, уже привязался везде, к чем только можно, одел, блин, 3 жилета на 3 жилета, и стоишь, а это выглядит ровно. Просто, допустим, когда ты идешь и входишь в зону течения, и, допустим, волна идет с одной стороны течения, а с другой, волна поднимается и становится очень короткой и резкой. И тогда возможны резкие удары и резкая смена положения на лодке. Тогда делается следующее. Вы одеваете жилет. По средствам спасения я вам сделаю отдельное видео. То есть сейчас я не буду на этом останавливаться. Но я вам расскажу буквально в двух словах, как происходит в том случае, если вам необходимо пристегиваться. И к чему пристегиваться? Во-первых, клеером пристегиваться нельзя, потому что это опасно. Но, внимание, куда пристегиваться? Итак, вы одеваете жилет. Жилеты у меня надувные. То есть при попадании в воду он срабатывает. Вот нужно, чтобы эта штука попала под воду. Но это все на самом деле не важно. Вот идет пристежка, то есть вы пристегиваетесь. И далее. Вам нужно пристегнуться к лайфлайну. Вот это называется лайфлайн. То, что в большинстве своем люди пишут о том, что нужно пристегнуться к лайфлайну, который идет от носа лодки к корме, это называется джеклайн. А лайфлайн это вот эта пристежка, которая пристегивает ваш жилет к джеклайну. Теперь давайте я сейчас провожу джеклайн и покажу вам, как это работает. Джеклайн я всегда провожу через ручку на арке, потому что большинство людей, которые проводят лайны, они лежат на палубе. Когда они лежат на палубе, вы о них все время поскальзываетесь, на них у вас уезжают ноги, нет нормального гриба, то есть сцепление с палубой. Поэтому это пипец опасно. И нужно их прокладывать таким образом, чтобы они не путались, нигде не ходили за вантами, еще где-то, а чтобы вы могли совершенно спокойно по ним передвигаться просто на карабине. Итак, вы пристегиваетесь к джеклайну, лайфлайном, находясь еще в кокпите. И все, идем на нос. И все, вы заходите в кокпит, так вот вы перемещаетесь с кормы на нос. Но опять-таки, я настаиваю на том, что не вся качка, не вся волна опасная. И так как мы сейчас говорим с вами, как с яхтсменами, есть одно очень простое правило. Опасность, любые опасные ситуации, насколько это опасно, все решения принимает только капитан. Капитан не должен оправдываться за свои решения, капитан не должен их обосновывать. То есть на лодке такое понятие, как демократия, не существует совершенно. Это авторитарная форма правления. Так вот, если капитан пошел на нос, не одел жилет, совершенно не нужно об этом ему говорить. Потому что капитан как решает, так он и делает. Это я намекаю о том, что когда я иду куда-то без жилета, это значит, это осознанное решение, которое я принял, основываясь на своем опыте, который у меня достаточно большой. И основываясь на этом опыте, я вижу, какие условия у океана, какие условия у моря, которые находятся вокруг. И я принимаю решение, нужно ли одевать жилет, не нужно одевать жилет, нужно ли паниковать и включать режим паники. Или нужно спокойно идти, и это безопасно. Так вот, только капитан знает, что безопасно, а то, что кажется со стороны, это просто кажется. И об этом лишний раз даже вспоминать не имеет смысла. Ну, я надеюсь, что я сегодня вам объяснил, в принципе, как это все происходит и что на что влияет. Подписываемся на канал, ставим лайки, и до встречи в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»